Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Святаго Иоанна Златоустова из послания к римлянам. Возлюбим Христа, сколько и должно любить. В этом великая награда, в этом царство и радость, наслаждение и слава и честь. В этом свет, неисчислимое блаженство, которого не может ни слова выразить, ни ум постигнуть. Послушай, как Петр пламенеет любовью ко Христу, предпочитая его и душе, и жизни, и всему. Даже когда отрекся от него, то не из страха наказания плакал, но потому что отвергся возлюбленного, что было для него мучительнее всякого наказания. И все это он обнаружил прежде получения благодати Духа. И часто обращался ко Христу, говоря, «Господи, куда ты идешь?» Иоанна 13, 36. И опять, «Господи, кому нам идти?» Христос составлял для апостолов все, и они ни небо, ни Царства Небесного не предпочитали возлюбленному. «Ты для меня все это», — говорил Петр. «И почему ты и удивляешься, если Петр был так привержен ко Христу?» Послушай, что говорит пророк. «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле?» Слова эти значат следующее. «Из сего горнего и дольнего ничего иного не желаю, как только тебе одного». Вот это любовь, вот это привязанность. И если мы так станем любить, то не только настоящее, но и будущее почтем за ничто в сравнении с этой любовью нашей. И наслаждаясь любовью к Нему, приобретем через это Царство. «Но как это будет возможно, спросишь ты, если мы представим себе, сколько раз мы оскорбляли Бога после бесчисленных благ, от Него полученных, и Он не приставал призывать нас, сколько раз мы удалялись от Него, и Он не презирал нас, но Сам приходит к нам, призывает нас и привлекает к себе. Если мы размыслим о всем этом и подобном, то получим возможность возжечь в себе такую любовь. Если бы тот, кто так любил, был незначительный человек, а тот, кого так сильно любят, был Царь, то неужели бы он не тронулся величием любви? Даже весьма был бы тронут. Но когда бывает наоборот, и с одной стороны неизреченная красота, слава и богатство любящего нас, а с другой совершенное наше ничтожество, то как же недостойны бесчисленного наказания мы, ничтожные, презренные, любимые чрезмерную любовью существа великого и чудного, но высокомерно отвергающие его любовь. Ведь Бог не имеет в нас никакой нужды, и однако не перестает любить нас. А мы крайне нуждаемся в нем, однако любви его не принимаем, предпочитая ему деньги, человеческую дружбу, телесный покой, власть и славу, тогда как он ничего нам не предпочитает. Он одного имел сына единородного и возлюбленного, его не пощадил ради нас, а мы многое предпочитаем ему. Итак, разве не по справедливости нам угрожают гиены и наказания? Хотя бы они были вдвое, втрое, даже в тысячу раз ужаснее. Что мы можем сказать в ответ, когда повеление сатаны предпочитаем законом Христа и нерадим о своем спасении, предпочитая дела лукавства тому, кто все за нас претерпел? И какого извинения заслуживает все это? Какого оправдания? Никакого. Станем же, наконец, твердо, не увлекаясь по стремнинам, образумимся и, размышляв обо всем этом, воздадим Богу славу посредством дел, потому что одних слов недостаточно, чтобы и нам насладиться славой от Него, достигнуть коей, да будет дано всем нам, благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.